итак попробуем хлебопечки спечь французский хлеб вот рецепт потребуется вода пшеничная мука соль сахар дрожжи инструкция будем печь вот 900 граммовый хлеб нам потребуется полторы чашки 1 столовая ложка воды 4 3 чашки мука 2 чайные ложки соль 4 столовые ложки сахара и две с половиной чайные ложки дрожжей дрожжи сухие купил необходимые ингредиенты соответственно муку пшеничную и дрожжи соль сахар вода есть ну приступим вот такой вот контейнер вот такой вот такую вот хлебопечку хлебопечка старая ну ничего итак какие здесь пропорции будут вначале примерно столько заливается воды следующий слой идут ингредиенты там соль сахар мука и верхний слой сыпется дрожжи ну и вот в общем поехали в качестве чашки будем использовать вот такой вот стаканчик был в наборе тут не видно но здесь есть деление в общем это мерный стаканчик и будет наша чашка заливаем полторы чашки вот такой вот чашки воды и плюс 1 столовая ложка первая чашка еще половина чашки где же еще одна столовая ложка воды следующие четыре три вот такие чашки муки первая чашка муки еще таких три чашки и почти половинка ну и вот засыпал четыре чашки вот треть стакана мерного стакана здесь написано как чашка есть дальше соль две чайные ложки одну ложку соли высыпал вот вторая чайная ложка соли следующем сахар 4 столовые ложки засыпаем четвертая ложка сахара засыпаем есть вот такая вот ложка столовая и финальная это дрожжи сейчас немножко здесь разровняем поровнее было напомню первый слой это вода дальше идет пшеничная мука потом соль сахар и сверху засыпаем сухие дрожжи сухие дрожжи две с половиной чайные ложки и так засыпаем дрожжи засыпал две чайные ложки дрожжей вот половинка вот так вот выглядят сухие дрожжи вот такие вот они интересны никогда раньше их не видел хлеб пеку впервые в хлебопечке ну и вообще с дрожжами первый раз имею дело так ну что же все засыпали все по инструкции далее загружаем все в хлебопечку включаем и через три часа сорок минут смотрим на результат так вот у нас что тут посмотрим механизм когда тут что так в общем в общем в общем в общем как тут что-то делается интересно ну надеюсь правильно установил дальше дальше закрываем закрываем так вот она просто закрывается включаем в розетку так у нас через пленку отсвечивает сейчас защитную пленку уберу может быть не будет сильно так отсвечивать ну что же наш режим вот французский хлеб четверочка выстоим средняя степень выпечки сейчас возьмем инструкцию еще раз пройдемся по инструкции первое заложили сделали установить форму установили строго вертикально все сделали так нажмите кнопку французский нажимаем кнопку французский 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 и так жмем на французский вот есть так дальше установите контроль выпечки хлеба ну средняя здесь устанавливается вот средний контроль выпечки здесь выставляется автоматически так что ничего делать не будем и нажимаем кнопку пуск ну погнали таймер 4 часа 0 минут ну что ж 4 часа будет готовиться только что-то ничего не происходит не будет не шевелится странно ничего не происходит а почему вроде бы все правильно сделано может быть она должна разогреться ну вот трогаю корпус корпус холодный ну подождем немножко ага вот 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 процесс пошел 3 минуты 59 секунд значит все таки там что-то внутри происходит никуда не будем нажимать пока что эта хлебопечка бралась ну я не знаю ну лет наверное 6-7 назад была куплена и так вот она и простояла у нас много лет в коробке ну вот индикатор показывает что время идет ну будем ждать и так прошло пять минут там вот не видно наверное вот если присмотреться вон там вот в уголку пошел провал муки видимо все таки идет какой-то процесс какой-то незримый тайный процесс внутри там видимо смысл здесь в том чтобы мука сахар в общем с этот верхний слой постепенно осел и пропитался водой поэтому хлебопечка пока что холодная вот уже три часа пятьдесят четыре минуты осталось вот смотрите вон в уголку видите провал такой пошел оползем а 6 минут назад здесь был ровный слой дрожжи пока вот сверху не тронутая так ну что ж будем ждать итак смотрите время три часа сорок минут и пошло шевеление через 10 минут после включения через 20 минут вот видите процесс пошел ждем дальше время 3 часа 38 минут вот более активное перемешивание пошло там то он прям еле-еле а сейчас прям быстро то смотрите ну-ка прошу пошел замес теста вот вот либо печка прям не видно оно так прям пошатывается вот 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 это видно тесто замесилось моторчик остановился посмотрим что будет дальше 2 часа 36 минут на индикаторе какое-то время тесто стояла просто видимо этот отстаивалась не знаю как там и вот сейчас снова включилась и идет замес вот не видно будем ждать дальше час 08 чувствую пошел запах подогрева вот сбоку потрогать прям тепло пошло печка начала потихоньку нагреваться плохо видно но в общем тесто немножко этот приподнялась будем ждать 51 минута итак смотрим тесто поднялось почти до краев печка прям горячая ну вот осталось совсем немножко почти час и будем проверять 23 минуты осталось смотрим хлеб начал подрумяниваться вот так вот ну что ж через 23 минуты посмотрим на результат все хлебопечку выключил процесс завершен ну что ж будем смотреть смотреть на результат так первый хлеб испеченный в хлебопечке вот такой вот результат французский хлеб сейчас возьму лопаточку сейчас возьму лопаточку коварнил вот ой 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 Ну, тяжелый, знаете, он прям-таки тяжелый. Ну вот. Интересно, что там внутри. Итак, сейчас вытащу его и дальше. Вытащил хлеб. Вот так вот он выглядит. Достаточно такая увесистая булочка получилась. Вот. Вот такая вот не подгорела. Прямо как настоящая булка хлебомагазинная. Вот. Повезу. И руку сверху. Пусть немножко остынет. А я сейчас приведу в порядок хлебопечку и заложу новую булку. Будем лягустировать. Ну вот. Момент истины. Смотрим. Опа. Ну что. Все хорошо пропеклось. Прям весьма неплохо. Попробуем. Ммм. Нормально. Очень даже нормально. Ммм. Отлично. В общем, первый блин не был комом. Получился очень даже хороший хлеб. Первая булка испеченная с помощью хлебопечки. Ну вот эксперимент удался. Будем печь еще. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok